Привет любителям Shimano! Совсем недавно мы с вами говорили о спиновых катушках серии Ultegra FB. И вот в начале 2021 года на рынок выходит новинка серия FC. Какие сюрпризы нас ждут в этом агрегате? Какие изменения произошли в нем и главное стоит ли его покупать? В ходе нашего обзора мы планируем сосредоточиться именно на этих вопросах. А начнем мы с автопрома. В 1912 году на автомобилях компании Cadillac впервые серийно начали устанавливать электрические стартеры. Тогда это было предметом роскоши и четко определяло грань между богатым человеком и трудягой, которому приходилось крутить заводную ручку. Сейчас электростартер устанавливается даже на самые примитивные мотороллеры и мы всей жизни можем представить без этого нужного устройства. Также и в катушкостроении и в других областях. То есть со временем новые технические решения, какие-то инженерные находки, прогрессивные материалы постепенно из престижного сегмента опускаются в менее дорогие бюджетные сферы. К чему я все это говорил? Дело в том, что новая Ultegra вобрала в себя множество интересных технических и конструкторских решений, которые достались ей от старших модельных сестер. И об этом мы будем говорить очень подробно. А пока давайте сравним внешний вид Shimano Ultegra FB и Shimano Ultegra FC. Основные детали корпуса и ротор приобрели более темный цвет. Фигурный вырез на лапке переехал немножко выше. По-другому выглядит гайка регулятора фрикциона и накладка на кнопку. Под ротором новой катушки появилась серебристая деталь, которой раньше не было. Также серебристые детали теперь украшают оба ушка ротора, а не одно, как было раньше. Косые прорези на шпуле стали прямыми и чем-то напоминают новый твин. В целом изменения можно назвать косметическими, так как они не повлияли на потребительские свойства агрегатов. Но есть и более глубокие наушества. Например, увеличился лесопроем, то есть шпуля стала выше. Автоматически должна возрасти и дальность заброса. И смотрите, каким образом это происходит. Дело в том, что более высокий цилиндр намотки имеет, соответственно, большую боковую поверхность. И в каждом слое намотанного шнура будет на несколько сантиметров больше. И медленнее будет наступать так называемый эффект обмеления шпули, когда бортик начинает уже оказывать активное сопротивление вылету приманки. Еще несколько слов об этой важнейшей детали. На юбке хорошо заметны довольно-таки глубокие проточки, то есть было снято несколько грамм алюминия. И это не только облегчило катушку в целом, но и немножко повлияло на ее баланс. Душка ротора цельная и сделан плавный переход к ролику узла укладки лески, как на двадцатом твине. Теперь шнуру легче попадать на ролик, и происходит это практически в 100% случаев. Кстати, сам ролик лишился напыления из нитрида титана. Дело в том, что современные сплавы обладают достаточной износа устойчивостью, и применение золотистого покрытия уже потеряло свою актуальность. Поговорим и еще более глубоких изменениях. Ранее применяемая система Core Protect теперь заменена уже на X Protect, как у более дорогих серий. В частности, добавлена прокладка в узел ролика, дополнительное резиновое колечко находится под ротором и под стопором обратного хода. На месте осталось резиновое зубчатое колечко под ротором. Шток механизма автоматического сброса лески входит с ним в зацепление для того, чтобы при резком забросе не произошло неожиданное закрытие дужки и чтобы вы не потеряли приманку на отстреле. На месте и резиновая манжета под гайкой регулятора фрикциона. Она садится очень плотно и потому надежно защищает смазанные диски тормоза от погодных и прочих неприятностей. Кстати, работа самого механизма регулировки понравилась. Она стала более точной и информативной. И это обязательно понравится любителям тонких шнуров и деликатных оснасток. Кайкофиксация ротора удерживается на своем месте специальной накладочкой. И два самореза, которые крепят эту накладку, также крепят и вот эту вот ранее упомянутую нами серебристую деталь. Какое же ее назначение? Дело в том, что практически всегда увеличение высоты лесопроема приводит к сокращению юбки и, соответственно, к возникновению нежелательного эффекта попадания шнура в подшпульное пространство. И хотя по сравнению с ультегрой FB, у ультегры FC юбка не сократилась, все равно конструкторы решили предотвратить возникновение такой ситуации. Расширенная верхняя часть подъюбника и шпуля образуют настолько маленький зазор, что попадание шнура в него практически исключено. Сняв ротор, видим новую обгонную муфту, точно такую же, как на страдике 19. Да, и сама самая крупная вращающаяся деталь катушки, похоже, досталась ей от этой же старшей сестры, от 19-го страдика. Традиционная для ультегры схема, это когда механизм редуктора крепится на щечке корпуса, а не на той детали, которая объединена с лапкой. Внутри все тоже достаточно привычно. Первое, что бросается в глаза, это крупная ведущая шестерня. Черный цвет говорит о том, что на ней нанесено износоустойчивое покрытие Хаганы. Подача штока с приводом от червячного вала, причем ход каретки, стал чуть длиннее, ведь увеличился лесопроем. Оптимизирована форма зубцов ведущей шестерни, и их количество увеличено, а на ведомом валу мы видим целых 8 заходов. А это уже микромодуль 2, который устанавливается даже на самой старшей сестре ультегры, на Шимана Стелла. Ну а выше Стеллы только звезды. Еще одно новшество ультегры FC, это то, что на ее страничке в каталоге Шимана 2021 года появляется магическое буквенно-цифровое сочетание C4. Кстати, о возможности такого решения мы говорили в ролике о Шимана Ультегра FB, и это произошло. В каких именно деталях используется новый, более легкий и более прочный пластик, мы, к сожалению, сказать не можем, но заметим, что по сравнению с вот этой вот катушкой, новинка на целых 16 грамм легче. Хотя они, как видите, одинаковые модели. Компакт 3000. Что же осталось от старой доброй ультегры? Ну, прежде всего, это фирменная шимановская система X-Ship со сближенными осями шестерен главной пары, которые вращаются на четырех шарикоподшипниках. Пятый из нержавеющей стали с защищенными обоймами устанавливается в ролик узла укладки лески. Рукояточка тоже вкручивается в ось ведущей шестерни, а кнопка вращается на двух пластиковых втулках. Причем вращается, как видите, очень хорошо. Ну, а перечисленные нами выше новшества наверняка не испортили, а только улучшили и так неплохую катушку. Их количество этих новшеств на самом деле впечатляет. Мы говорим уже не об усовершенствованном, а скорее о глубоко переработанном агрегате. Стоит ли покупать новинку? Хочу заметить, что по планам японской компании повышение цен на весь модельный ряд будет порядка 10%. И таким образом новая Ультегра со всеми перечисленными нами примочками будет стоить порядка 150-170 долларов США. Ценник достаточно приемлемый, как для катушки, предназначенный для работы с тонкими шнурами, с идеальной отстройкой фрикциона и даже для любителей рывковых проводок. Новинка будет представлена в различных типах размеров, до 4000 включительно. Передаточное отношение главной пары также будет разное от 4,8 до 6,2 к 1. Распределение модификации по весу используемых оснасток не изменилось. Ну и ждем изменений в карпово-фидерной части линейки Ультегра. В ближайшее время эксперты компании Ибис планируют детально ознакомиться с этим агрегатом и погонять его в боевых условиях на разных реках, озерах и рыбе разного размера. Если вас интересует их мнение, обязательно подпишитесь на канал Ибис Рыбалка и Туризм. Ну а мы встретимся с вами скоро в студии, на обзоре, например, Twin Power XD или же на водойомах страны со спиннингом в руках. Ибис Рыбалка Ибис Рыбалка Ибис Рыбалка